Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, какие основные ошибки можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости. Чтобы сформировать оборотно-сальдовую ведомость в программе 1С Бухгалтерия 8.0.0, мы переходим в раздел отчеты, выбираем оборотно-сальдовую ведомость, указываем период и нажимаем сформировать. Здесь мы сразу можем чисто визуально увидеть следующие ошибки, в оборотно-сальдовую ведомость у нас итоги должны быть равны, то есть дебет с кредитом должны быть равны. Здесь в принципе если мы посмотрим, по итогам у нас все равно, то есть все правильно. Но у нас здесь вот на начало периода есть счет 0.00, суммы 10.000, то есть это означает, что у нас на начало периода дебет с кредитом не равны между собой. И программа лишнюю сумму ставит к помогательному счету 0.00. То есть нам нужно понять, почему у нас не сходится дебет с кредитом, исправить эту ошибку. Возможно нам нужно будет за более ранний период сформировать оборотно-сальдовую ведомость, чтобы понять откуда у нас эта ошибка возникла. Возможно у нас остатки были неправильно внесены. И вот здесь вот если мы посмотрим, главное начало работы, помощник в водоостатках может быть неправильно внесены остатки. То есть я посмотрю, у меня как раз проблема в остатках, вот у меня разница 10.000. То есть здесь нужно посмотреть, на каком из счетов у меня больше сумма, то есть верить документами и таким образом исправить эту ошибку. И она будет исправлена в оборотно-сальдовую ведомость. Следующая ошибка, которую мы здесь можем чисто визуально выявить, это отрицательные суммы. То есть когда у нас появляются вот такие вот суммы красным с минусом, это значит, что у нас где-то ошибка. То есть у нас по активному счету сальда идет с минусом, либо может быть по пассивному счету сальда с минусом. То есть напомню, что у нас по активным счетам сальда должно быть всегда только по дебету, по пассивному только по кредиту. Если у нас, например, получается ситуация сальда вместо дебета переходит в кредит, программа нам его в кредит не переносит, она записывает его по дебету, но по знаком с минусом. И вот здесь вот показывается красным. То есть здесь тоже ошибка какая-то, это значит в данном случае, что на счете 50, это касса, не хватает денег. То есть мы выдали больше, чем у нас было. Причем здесь у нас был остаток минус 7400, то есть как бы у нас и так денег не доставало. И плюс еще была выдача на 53 тысячи, и того стало вот 60 тысяч, минус 60 тысяч. Соответственно, здесь нужно выяснять, откуда ошибка. Возможно, вы выдали больше, чем нужно, либо забыли просто внести приход. То есть нужно поднимать опять же первичные документы, сверять с ними и таким образом эту ошибку исправить. Также по 51 счету здесь вот было выдано 2600, хотя остатка нет. Тоже здесь либо приход забыли занести, либо забыли занести остаток по счету на начало периода. Такого быть не может, что вы с расчетного счета деньги выдаёте, а там у вас по факту их нет. И поэтому здесь возникает ошибка, её сразу видно в оборотном сальдо ведомости. И можно будет посмотреть, откуда эта ошибка возникла и исправить. Также у вас эта ошибка будет выходить при экспресс-проверке. То есть когда вы будете делать экспресс-проверку, отчёты, экспресс-проверка при анализе состояния бухгалтерского учёта. Вот здесь вот в соответствии дебетово-кредитовых счетов, если проверяется, тоже будет выходить ошибка. И сейчас выполнить проверку, то тоже будет ошибка вот как раз по этим счетам. Здесь ещё вот 43 счёт ошибка. Здесь есть какое-то количественное выражение, а остатков денежного выражения нет. Тоже нужно проверять. И отрицательные остатки по вот этим счетам. Кроме этого, чисто визуально мы можем увидеть ошибки, если у нас не закрыты какие-то счета. Например, счета 25-26, которые должны закрываться в конце месяца. Либо счета 90-91, которые тоже должны закрываться в конце месяца. И здесь как раз мы видим, что не закрыт 26-й счёт. Хотя здесь сумма должна пройти по крейте, то счёт должен закрыться. Это значит, что, скорее всего, забыли сделать закрытие месяца. То есть если мы зайдём, посмотрим операции закрытия месяца. Здесь как раз мы увидим, что нет закрытия месяца за январь, а нужно его выполнить. И тогда, скорее всего, эта ошибка уйдёт. А здесь тоже можно посмотреть. Например, можно установить флажки отсутствия остатков по счетам, подлежащим закрытию. То есть 25-26-40-44, за исключением транспортных расходов. И 90-91, которые должны закрываться. И если мы выполним проверку, мы здесь тоже можем эту ошибку увидеть. Вот 26-й счёт. То есть сальдо по нему на конец месяца быть не должно. Здесь нам нужно отправить ошибку следующим образом. Выполнить закрытие месяца. И когда будет проведено закрытие месяца, если мы переформируем, здесь у нас закроется 26-й счёт. Здесь появился 90-й счёт, потому что с 26-го счёту он у нас вписался на 90-й. И здесь тоже счёт закрыт. То есть по самому счёту 90-му тоже сальдо нет. То есть всё закрылось. Субсчета остаются открытыми до конца года, пока мы не сделаем реформацию баланса. И если выполним проверку, сейчас эта ошибка должна уйти. И у нас остаётся только вот эта вот по 50-му, по 51-му счётам. То есть здесь нужно поднимать документы и исправлять, почему такая ошибка возникла. Вот такие вот ошибки мы чисто визуально можем увидеть при формировании оборотно-сальдовой ведомости. А если вы хотите узнать больше про оборотно-сальдовую ведомость, оборотно-сальдовую ведомость по счёту, про их основные настройки и их анализ, то у меня в бухгалтерском клубе есть подробный видеоурок по оборотной ведомости. Напомню, что в клубе также есть и другие видео. Полный перечень можно посмотреть на сайте клуба. И также, если у вас полный тариф, вы можете задавать ваши вопросы по различным темам. Ссылку на клуб вы найдёте под этим видео, либо переходите по QR-коду на экране. И также у меня есть бесплатная шпаргалка по программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 на примере предприятия, оказывающего услуги. Шпаргалки рассмотрены все основные операции такого предприятия. Получить шпаргалку можно по ссылке под этим видео, либо переходите по QR-коду на экране. И кроме этого, у меня можно приобрести программу 1С. Я являюсь специальным партнёром. Можно приобрести электронную базовую версию удалённую для всей России. И также предоставляю доступ к программу 1С в облаке. Ссылка на контакты и подробности есть под этим видео, либо переходите по QR-коду на экране. Если вам нравится моя работа и вы хотите поддержать её и получить ранний доступ к видео, то подписывайтесь на мой канал на Boosty. Здесь вы можете сделать донейшн на любую сумму и также получить ранний доступ к видео. Тут видео я выкладываю раньше, чем на остальных каналах. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте это видео лайком и комментарием. Пишите в комментариях видео, по ещё каким темам вам было бы интересно посмотреть. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал и также телеграм-канал проекта, где вы найдёте полезную информацию. В том числе я выкладываю чек-листы. То есть это короткие шпаргалки по различным темам. И можете также предложить свою тему для чек-листа. Заходите на мой сайт osbuho.ru с полезными статьями и видео по бухгалтерии, налогам и 1С. И подписывайтесь на другие группы в соцсетях. Все ссылки вы видите на экране и также они доступны под видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи на следующих видео.